Хе-хе, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в танковых и реалистичных боях War Thunder'а на немецком танке Tiger модификации E. Ну, просто, если кто посмотрел мои давние видео, тот, может, помнит, что я как-то одно время катался на немецком Tiger модификации H1, мне он не понравился, ну, тогда я толком еще играть не умел и не знал, как этот танк использовать, сейчас я как следует уже скилл отрастил, на Тигре наловчился играть, так что теперь я его больше не считаю плохим танком, но мне больше интересно, почему я сейчас эту 34-ку не сваншотил после пробития. Ладно, продолжаем, сейчас в этом месте обычно противники туда-сюда катаются, обычно поджимаясь вот сюда, и главное, чтобы сверху, вот справа не накинули, вот эти МС-6 картонный, потому что я тупо насквозь с него прошел без заведения. И вообще, что, блин, танк 50-го года делает на таком же Бэре, что и Tiger, у обоих БР 5.7. Вот, кстати говоря, у Тигра модификации E, на котором я сейчас катаюсь, БР 6.0, даже повыше, чем у стандартного, хотя единственное отличие между ними, это то, что у Тигра модификации E, ну, на котором я сейчас катаюсь, зенитный пулемет есть, второй пулемет, он над командирской башенкой, может, вы можете наблюдать. Ну, вроде как, второй пулемет это мелочь, но на самом деле он иногда полезный бывает, когда нужно разобрать какой-нибудь картон, типа зениток или еще чего. Он довольно быстро, а не разбирается, с двух-то пулеметов встреча с одного. Так вот, в общем, кто помнит, мне первый Тигр чем не понравился? Тем, что у него брони нету. И во время слов о том, что брони нету, только что от моей рожи снаряд срикошетил. Ну, такое редко бывает. В основном у нас Тигр пробивается 85-мм советскими пушками, 76-мм американскими пушками. Ну, в общем, такой, картонка. Картонная коробка. Но, вот если забыть о том, что Тигр у нас это, типа, тяжелый танк, весь такой из себя, и играть на нем, как на картонке, без брони, то можно добиваться довольно-таки хороших результатов на этом танке, кстати говоря. Ну, то есть, в отличие от тех же американцев, у него хотя бы пушка получше. В отличие от американских танков, от шерманов там, и так далее. Так что, у Тигра есть хотя бы пушка. Ну, один фиг, он хуже Т-34-85, поскольку боевой рейтинг у него 5-7-6-0, а у Т-34-85 боевой рейтинг 5-0-5-3. То есть, такой разброс. Очень большой. Хотя один фиг даже на Тигре с Бэром 6-0, я постоянно вижу толпу этих Т-34-85, поскольку реально кажется, что на них, блин, большинство людей играет. Поскольку, вроде, разброс в 1-0 по Бэру, а все равно постоянно советская команда битком в Т-34-ках, в этих 85-х. Ну, учитывая нагибучесть Т-34-ки, в принципе, ничего удивительного нету, что на них так много народу катается. Ну, так вот, возвращаясь к Тигру, собственно говоря, у него пушка калибром 88 мм, с хорошей баллистикой, с хорошим бронепробитием, ну, и с хорошим заброневым, который во многих случаях ваншотит противника. Пушка хотя бы пробивает, причем пробивает очень хорошо. Так, что, как я уже говорил, представляем, что мы катаемся, будто на каком-то хелкете без брони, который пробивается буквально всем, мимо которого есть пушка, и забываем о том, что у нас, типа, тяжелый танк. Чувак высунулся, думает, не видно его. Хотя, кстати, рикошеты один фиг бывает от тех же Т-34-ок. Я собираюсь, если Т-34-ка немного ромбом станет, снаряд может рикошетить и не пробить. Ну, не так часто это случается, как на тех же американских танках с 76-мм пушкой. Так что после американцев танк очень приятный, этот Тигр. Бамс. Особенно, когда вот такие противники по сторонам не смотрят. Ну и да, вот, наверняка вы могли видеть у каких-то гайдоделов то, что, типа, ставьте Тигр ромбом, и будет вам счастье. Ага, не знаю, это на реалиях какого патча было, эти гайды записаны. Но сейчас, по факту, Тигр в ромб протыкается так же спокойно, теми же 85-мм пушками. Так что на ромбование я бы, в принципе, не надеялся. Ну и если борт нас пробивает, там тоже это дело ваншотом заканчивается, поскольку по бортам у Тигра эти вязанки со снарядами расположены. Поэтому почти каждое пробитие в борт заканчивается ваншотом и тем, что мы в ангар отправляемся в большинстве случаев. Так, ну и тут сейчас у меня позорный слив будет. Тут я увидел зенитку, увидел фраг, как говорится, включилось тоннельное зрение. Я сейчас разбираю ее из пулеметов, сдаю назад. Сейчас я не вижу Хеллкета, который справа надо мной вылез из-за холмика. Ну и получаю, собственно, ваншот в борт, о чем я и говорил. Так, тут меня уже, наконец-то, закинуло на новую карту. Что-то я ее прям редко-редко вижу, почти никогда. Осторожненько выкатываюсь. Да, кстати, стоит отметить то, что вот на Тигре стоит играть от башни, есть такая возможность, представляется. Ну, то есть, если есть зачем спрятать наш ВЛД толщиной, блин, 100 миллиметров, вот как я за это сейчас кучей мусора, то от башни играть это вполне себе годная тактика, может быть, поскольку вот на башне броня у Тигра все-таки имеется. Там есть места по 200 миллиметров толщиной. Ну, есть, конечно, уязвимые, довольно тонкие места на башне, ну, туда довольно редко попадают, поскольку все-таки это лучше, чем ВЛД подставлять. Так что вот, если есть, блин, какой-то холмик, за который вы спрятаться можете, чтобы одна башня выглядывала, смело это делайте, поскольку башня у нас куда лучше бронирована, чем корпус. Кто там еще есть? Вот, кстати, вы видели сейчас, как этот ИС затанковал, блин, мои снаряды? Вот, говорится, пусть кто-то после этого скажет, что, блин, у ИСа в броне нету. А есть, кстати, люди, которые говорят, что ИС это картон, который, блин, ваншотится с первого же попадания. Ага. Учитывая, блин, уязвимые места, которые у него нужно выцеливать. Нифига он не ваншотится, особенно на дальних дистанциях. И долго мы так высиживать, интересно, будем? Ладно, можно, наверное, выдвигаться. О, противник. Блин. Да как он закатился-то с выбитым двигателем? Вы видели? Я ему двигатель вынес, он еще вперед как-то уехал. Добивать! Ох, блин, вылез, называется. Ну, кстати, спасибо вот таким вот игрокам, которые вместо выстрела в борт с ваншотом стреляют в башню, не пробивают ее и выносят только одну пушку. Хотя, попадем в борт, он бы мне в любом случае одну из боевых укладок сдетонировал бы. Да и даже если бы не сдетонировал, все равно 85-минлитровые пушки обычно ваншотят при пробитии. тут я наконец-то подчинился и настало время мсти. Мстя моя страшна будет. Ну-ка, где-то там. Вот, кстати, о чем я говорил, о том, что башня не пробивается у тигра зачастую. Ну и, собственно, ваншот через люк мехода. Как я уже говорил, это у первого ИСа самая уязвимая зона, через которую он чаще всего и пробивается. Теперь, думаю, можем спокойно выдвигаться на поиске других фрагов. Ну, тут я довольно большой кусок видео вырезал, поскольку ехал и ничего не происходило интересного. Хотя, вот тут я, пожалуй, подольше останусь. Что там? Хеллкэт с 34-кой хороводы водят. Докрутились. Теперь можно спокойно дальше ехать. Может, еще помогу кому-нибудь. Ну, тут я уже до точки добра, докатился. Может, на точке есть кто? О, зенитка. Мне, кстати, даже интересно, что он в данный момент сделать пытается. Хе-хе. Так, блин, сейчас у меня стол выбьет. Лучше пушку отвернуть чуть-чуть. Так, во, мне стол не сломал. На-ка. Да. Опять снова ремонтироваться, стоять. Эх. Ну, ладно, что еще делать-то? Наконец-то я подчинился, блин. Так, стоп. Хе-хе. А ты здесь откуда взялся? На-ка. Учитывая то, что он уже стол развернул на нашего союзника. Думаю, эта помощь не лишняя была. И кто сейчас только что меня не пробил, интересно знать. Чего же нету никого? Ну, ладно. Так, ну, тут уже самый конец боя, можно сказать. Наша команда точку захватывает. И вы тоже этот звук слышите, да? Бряк. Так, ну и напоследок у нас карта Поля Нормандии. Собственно говоря, незатейливая карта такая, на которой танки двух команд перестреливаются буквально в чистом поле. я хотел занять позицию за домиком, который только что сейчас Шерман занял союзный. Она такая более-менее приличная, скажем так. Поскольку видно вот обычно те танки вот постоянно из этого леса кто-то выезжает, чтобы за этот домик спрятаться. И тут можно встретить, если бы я еще стрелял получше. Ну, потому что постоянно там кто-то один-два танка противника пытается вот за этот дом прорваться. И можно так несколько фрагов набить. Если, конечно, стрелять нормально. Интересно, успеет добить? Нет? Или помогут фраг? На-ка. Блин. Что ж ты будешь делать? Эх, эх, не получилось добить. При продвижении вперед, кстати, не лишним будет следить за этим лесом, поскольку из леса постоянно кто-то выезжает. И если, блин, проглядеть, то можно огрести запросто. Так, там-то че? Там, блин. Думаю, союзники разберутся. Опа. А вон, собственно говоря, и противник. О чем я и говорил, в лесу стоит. Можно дальше ехать. Такс. Ну, тут опять по полю катимся. Собственно, что тут еще делать? Так, вот, атакуем противника и продвигаемся потихоньку вперед по возможности. Главное только об осторожности не забывать. Также оглядывать окрестности. Поскольку в этих лесах много чего может быть. О! Вижу ствол, блин, торчит. Привет! Прямо двигатель. Ладно, большое удаление. Где-то километр примерно до цели. Ну, на удалении в километр тигр у нас тоже неплохо огонь ведет. Так, ну, тут я уже решил посмотреть на вражеском диспе, есть что интересно или нет. Ничего интересного я не заметил. Дальше ехать, это у меня бабах в борт башни пролетает АТ-34-57. Ну, это у нас единственная неебующая АТ-34, у которой проблемы, блин, с заброневым явные. Как вы могли видеть, собственно говоря, пробитие у меня в башне и только минус один член экипажа. Поскольку снаряды это слабенький, 57 миллиметров, че удительного. И последний фраг на сегодня тоже с ваншотом. Ну, в общем, вот какой-то такой у нас танк в целом. Я бы не сказал, что он прям такой уж самый лучший в Вартандере, поскольку, как я уже говорил, Т-34-75 все равно намного лучше из-за низкого боевого рейтинга. Так что, ну, и у Тигра тоже свои недостатки есть. Это у него картонная броня, которая пробивается вообще всем, чем можно. Это не сказать, чтобы такая уж высокая у него скорость. У него где-то до 40 километров в час разгоняется и не больше. Зато, кстати, поворачивает очень неплохо, в принципе. Отличие от того же ИСа первого, ИСа второго. Ну, и главный плюс Тигра пробивное и с хорошим заброневым действием. Так что, в прямых руках на Тигре играть можно. В прямых руках этот танк даже нагибать будет, я бы сказал, из-за хорошего орудия. Ну, и в любом случае, надеюсь, это видео было кому-то полезно. И всем спасибо, всем до свидания.